Hi, my friends. We continue our playlist. Итак, мы с вами продолжаем наш важнейший плейлист и поговорим про специальные вопросы. Итак, мы с вами проходили в нашем зеленом плейлисте, как они образуются. Но сейчас некоторые тонкости. Итак, спросим, как ты изучаешь английский? How do you learn English? И возможный ответ. Самостоятельно. Как мы с вами скажем, самостоятельно? By myself. Или on my own. Или, например, можно сказать, с помощью этого канала. Как вы скажете, с помощью этого канала. With the help of this channel. With the help of this channel. Of означает принадлежность кого-чего. With the help of this channel. Также вы можете спросить, например, как он изучает английский? How does he learn English? Или, как она изучает английский? How does she learn English? Также спросим, как они изучают английский? How do they learn English? How do they learn English? И спросим, как вы изучаете английский? Вы им нужное число. How do you learn English? И ответ. Видите, в русском языке везде самостоятельно. Можно сказать самостоятельно. Но здесь по-другому. Видите? How does he learn English? Самостоятельно. Самостоятельно будет By himself. Или On his own. How does she learn English? By herself. On her own. On her own. How do they learn English? By themselves. On their own. How do you learn English? Когда нужное число, самостоятельно будет By ourselves. Или On our own. On our own. Итак. Видите, мы сами как раз повторили эти возвратные местоимения. Myself. Himself. Видите? By himself. By herself. By themselves. By ourselves. Итак. How do you learn English? By myself. On my own. With the help of this channel. On my own. Online. С помощью этого плейлиста, с помощью этого плейлиста. Где ты хочешь жить? Where do you want to live? Ответ в другом месте. In another place. Где люди получают эту информацию? Где люди? Where do people получают эту информацию? This information. Видите, people означает they, поэтому do. Можно также спросить, где люди получают больше информации? Когда мы скажем, where do people get more information? Трудно представить себе. Ответ. Трудно представить себе. Представить, вообразить. It's difficult to imagine it. И ответ. Точно. Вот как сказать точно на английском языке? Хорошая разговорная фраза. Точно. Exactly. 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 Это точный, exactly, точно. Exactly. Вот такой микродиалог. Where do people get more information? It's difficult to imagine it. Exactly. Далее. Когда ты хочешь жить один? Когда ты хочешь жить один? When do you want to live alone? When do you want to live alone? Или просто когда она живет одна. Когда она живет одна. Когда вы живете раздельно? When do you live? Раздельно. Separately. When do you live separately? Когда ты хочешь пожениться? Или выйти замуж? Как вы спросите. When do you want to get married? Пожениться или выйти замуж? Итак. Where do you want to live? In another place. И здесь же, например. Где ты хочешь учиться? Where do you want to study? Ответ. За границей. Abroad. Where do you want to study? Abroad. Видите, достаточно простой ответ? Давайте с вами скажем посложнее. Не просто за границей, а скажем, где-то за границей. Как вы скажете, где-то за границей. Somewhere abroad. Где-то за границей. Where do you want to study? Abroad. Or where do you want to study? Somewhere abroad. Where do people get more information? It's difficult to imagine it. Exactly. When do you want to live alone? Или просто, когда ты живешь один? When do you live alone? When do you live alone? When does she live alone? When do you live separately? When do you want to get married? Далее. Почему он делает это? Почему он делает это? Why does he do it? Кажется, простое предложение, зачем оно нужно, но оно вводится для того, чтобы изучить ответ на этот вопрос. Из любопытства. Вот как сказать из любопытства. Многие пытаются говорить или писать из любопытства, но часто делают это не совсем верно или используют какие-то устаревшие фразы. Я помню, я делал какие-то дела и слушал радио на английском языке, передачи, как раз я услышал это выражение, словил это на слух, и потом достаточно часто это выражение слышал. Значит, из любопытства это будет out of curiosity. Но там было немножко по-другому, там было не просто, где я слышал, из любопытства, там было чистое любопытство. Вот как сказать чистое любопытство? Там было так сказано. Там была какая-то фраза, например, я хочу знать это, или я хотел бы знать это, I'd like to know it, just out of curiosity. Чистое любопытство, just out of curiosity. И здесь то же самое, видите, возможный ответ. What does he do it? Можешь сказать, just out of curiosity. Например, I think, я думаю, I think just out of curiosity. Отличное выражение. Далее. Почему ему не хватает развития? Почему ему не хватает... Why does he lack развития? Why does he lack development? Вот, честно, я не могу понять. И многим людям я хотел бы задать следующий вопрос. Почему ты недооцениваешь важность самообразования? Давайте с вами переведем. Почему ты... Why do you... ...недооцениваешь? Как будет недооценивать? Underestimate. Ведь я estimate оценивать. Underestimate, недооценивать. Важность. The importance... ...самообразования. ...of self-education. Why do you underestimate the importance of self-education? Также спросим. Почему ты недооцениваешь свои способности? Почему ты недооцениваешь... Why do you underestimate... ...свои способности... ...the importance of self-education? И... ...также... ...мне есть другой вопрос. Тоже... ...хотел бы задать его многим людям. Так же, как вопрос... Why do you underestimate the importance of self-education? Значит... ...почему ты переоцениваешь... ...важность денег? ...почему ты переоцениваешь... ...почему ты переоцениваешь? overestimate важность денег why do you overestimate важность денег the importance of money и здесь пояснение я имею ввиду когда они становятся страстью людей вот это надо перевести попытаться правильно я имею ввиду I mean когда when они становятся то есть деньги становятся когда они становятся when it becomes помним, что money it поэтому it I mean when it becomes страстью людей вы знаете, как будут люди это будет people а страсть будет мы с вами разбирали недавно passion помним, что протяжательное когда мы говорим о людях мы на конце добавляем s получается people's passion вот здесь такое уточнение а так, конечно деньги всем нужны all people need money why do you overestimate the importance of money I mean when it becomes people's passion good good точнее сказать точнее быть более точным это выражение to be more exact to be more exact когда они ослепляют людей когда они when it вот как сказать ослеплять вот слепой это будет blind blind не надо быть слепым don't be blind не надо быть слепым don't be blind open your eyes открой свои глаза а как сказать ослеплять это глагол получается when it blightens других людей are the people и здесь еще хочется добавить одну мысль скажем точнее давайте прям точнее дословно быть более точным to be more exact когда деньги ослепляют людей когда деньги when money ослепляют значит слепой это blind например не будь слепым don't be blind open your eyes открой глаза когда деньги ослепляют поправьте если я ошибаюсь when money ослепляют других людей будьте бдительны здесь если есть какая-то ошибка то подправьте when money как вы правильно скажете ну конечно не забываем сказать что money не означает it поэтому blinds when money blinds other people на самом деле очень много вопросов разговорной речи именно с why почему 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 поэтому давайте сейчас как раз потерируемся но повторим итак why does he do it just out of curiosity why does he lack development why do you underestimate the importance of self education why do you underestimate your abilities why do you overestimate the importance of money i mean when becomes people's passion to be more exact when money blinds other people go